Ребят, если вам интересно узнать, чем я тут занимаюсь на Ибице и почему я поехал вообще сюда участвовать в этом проекте Остров Акс-Анархии, вы можете заходить на канал Акс-Раша, поместим его где-нибудь здесь или здесь, где будет больше места, а может вообще прямо на мое лицо. Заходите, там разные видео с моим участием тоже, еще там кейт-клэп, так что там очень круто и весело. Заходим, подписываемся, лайкаем, тыры-пыры-восемь дыры. Здорово, так получилось, что на этой неделе плюс 100500 исполнилось 4 года и так получилось, что я сейчас на Ибице на проекте Остров Акс-Анархии, поэтому мы сегодня празднуем и тусим на Ибице. Погнали! У вас наверняка бывало такое, что вы когда-нибудь очень сильно старались что-нибудь сделать, прям были близки к цели, но никак не могли ее достичь. Оказывается, животам это чувство тоже знакомое. Ну ведь почти же! Блин, что-то собакам в последнее время не везет. В прошлый раз пес не мог мячик с дивана достать. Ну вот теперь кусочек еды не может стащить. Что за издевательство над бедными животными? А может быть это просто дико культурная семья? Даже собаку заставляют за столом обедать. И мысли этого пса в тот момент звучали примерно так. И сертную вилку бы хоть дали неандертальцы чертовы. Ааа, я понял, он просто с детства хамелеоном мечтает стать, вот и тренируется. А после того, как видео закончилось, отец семейства, наверное, что-нибудь такое сказал. Люб, переложи ананас на другую сторону стола, там тоже притереть надо. Ладно, ребят, не волнуйтесь, пес в итоге смог достать угощение. И если вы думаете, что я пиздобол, вот вам подтверждение моих слов. Я понимаю, что хипстер-волна давно уже сошла на нет, но вот некоторые личности все никак не успокоятся. Пошел нахуй, ебаный хипстер. Забавная ситуация. Пошел нахуй, ебаный хипстер. Эй, дядь, ты чего успоко... Пошел нахуй, ебаный хипстер. Ладно, окей, ты сам нарвался. Знаете, какое самое главное и основное правило хипстера? Никогда не признавай, что ты хипстер. Да, отсюда следует, что истинный хипстер ненавидит хипстеров. То есть, получается... Пошел нахуй, ебаный хипстер. Он же сам хипстер. Не, ну серьезно. Если добавить пару недостающих элементов, все сразу же устает на свои места. Если бы не надпись аптека слева наверху, я бы и дальше думал, что этот мужик стоит в школьном коридоре. Решил забить на учебу и начать свое собственное дело. Что за мейнстрив? Истаться 30 раз на второй год в пятом классе, вот что я называю настоящим андеграундом. Пошел нахуй, ебаный хипстер. Правда, к сожалению, он за все это время только эту фразу научился говорить. Но это неважно. Самое главное, чему нас научило это видео, так это то, что если ты проигрываешь в споре, ты всегда можешь положиться на одну очень простую фразу. Вообще-то, Плутон это карликовая планета. Пошел нахуй, ебаный хипстер. Я просто обожаю короткие абсурдные видео. Но я думаю, вы уже в этом на примере предыдущего убедились. Сыщие видео, конечно, и вызовет неоднозначную реакцию у некоторых людей. Но я все равно считаю своим долгом вам его показать. Маленькая сучка. Ну, почему он ее так назвал? Не, ну по факту-то, в принципе, все достоверно. Только он забыл добавить на велосипеде. Блин, это видео настолько абсурдно, что мне хочется пересматривать его вечно. Маленькая сучка. Знаете, такие видео, они как хорошие игры или фильмы. Их не обламывают заново и заново прокручивать. Я прям представляю разговор трех друзей. А я принца Персии шесть раз прошел. А я клерков двадцать раз пересмотрел. Ребят, ребят, успокойтесь. Я посмотрел маленькую сучку уже двести восемьдесят раз, и это еще не предел. Маленькая сучка. Двести восемьдесят один. Ну а теперь та часть видео, которая объясняет, почему чувак за кадром назвал так девочку. Я изначально не хотел его показывать, но вы должны знать правду. Опять. Бля. Тихо, тихо, ребят, успокойтесь, не волнуйтесь. Со скейтером все в порядке. Конечно, понимаешь, что девочка еще очень маленькая и ничего не понимает. По-моему, это больше, чем очевидно, что если ты встанешь на пути у дяди на доске, то в итоге вам обоим будет очень больно. Хотя в этой ситуации реально сам скейтер больше пострадал. Он даже пытался аккуратно уберечь девочку от падения. В итоге это было больше похоже на жесткий бросок в рестлинге. А вообще я вот что понял. Этой девочке, когда она вырастет, ни в коем случае нельзя покупать машину и права. Ребят, ребят, я походу нашел владельцем сайт с первого видео. Зацените. Понял, что это. Воображаемые пельмени. Ну а что? Смотрите, как он потом рукой рот протер. Так обычно после очень вкусного высытного обеда делают. Блин, что-то я так по пельменям соскучился. А мужик все продолжает облизываться. А где будешь ты, когда экстази начнет действовать? По правде, мужик перед тем, как сесть в троллейбус, целовался с волшебным сахарным единорогом и теперь губки свои облизывает. Да, уста единорога запомнится ему надолго. Или он зарплату в баре все спустил и теперь разминается. Будет прощение у жены вылизывать. Ребят, смотрите и учитесь. То, что вы сейчас увидели на видео, является ключом к счастливому браку. Или это первый в мире мужик-фотоаппарат. Очистка сенсора завершена. Вообще, мужики, если случайно встретите этого дядька в троллейбусе, не надо над ним смеяться. Просто сядьте и понаблюдайте за мастером. Его науки вам точно пригодятся. Не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбы выходит эксклюзивные эпизоды Плюс 100 500. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Это был Плюс 100 500. Меня зовут Максим. Пока! Вас ждут эпические гонки по трассам, которые явно не предназначены для карт. Например, оживленное шоссе, фингольный автомат, круизный лайнинг, действующий вулкан и даже орбитальный гей-парад. Но, ребят, не выбирайте эту карт. Марио кар! Сейчас собаку как унесет, блядь, пизда ей.